Спортивному образованию и физической подготовке детей уделяется особое внимание в частных школах Англии с самого юного возраста. Спортивное оснащение многих британских школ вызывает восторг и восхищение, а уровень профессионализма спортивной подготовки вызывает уважение. В школах Англии регулярные занятия спортом искусно вплетены в весь образовательный процесс, так чтобы спорт не мешал учебе, а наоборот ей способствовал. Как говорится, здоровое тело, здоровый дух и разум. В этом видео вы сможете оценить уровень физической подготовки и уровень оснащения известной частной школы в Англии Bloxham School, в которой есть даже свои сквош-корты. У нас два корта для сквоша. Два. Вот ребята играют в сквош. Это очень трудный спор с точки зрения физической нагрузки. Да, очень. Я знаю, потому что играю в теннис. А, сквош еще осложнее. Да, гораздо. Вы знаете спорт под названием файбс? Да, мы играем в файбс. Играете? Заходим в спортивный зал. Справа стена для скалолазания. Ничего себе, даже это. Ты пробовала? Тебе идти? Нет, а почему? Я вообще пробовала, но не здесь. Да? И ты боишься высоты? Не, я лазила. Ну, конечно же, с инструкторами. Да, полная безопасность. Все под присмотром. И даже тренажерный зал наверху под присмотром. Я бы очень хотел попробовать. Никогда раньше не лазал по стене. Здесь у нас спортивный зал. О, хорошо. Все есть, как вы видите. Я не понимаю, как одни играют в хоккей, а другие в бадминтон? Это зависит от того, что ты выбрал. И, конечно же, зал многоцелевой. Да, используется для крикета, футбола, баскетбола. Здесь во что угодно можно играть. Баскетбол. Я как раз искал кольцо. Оно просто опускается. Здравствуйте. Привет. Привет. Хорошо, здорово. Я покажу вам тренажерный зал. А, это там, где ты йогу делаешь, наверное, да? Или нет? Так, тут, наверное, пацаны. А нет, девчонки тоже. Девчонки кардио делают. Это наш тренер. Рад встрече. Здесь есть все тренажеры. И также с инструктором. Да, всегда с инструктором. А там силовые. А с какого возраста можно в тяжелую атлетику? О, по-моему, нельзя до шестой формы. Шестая форма, понятно. Хорошо. А сколько ты жмешь? Выглядишь крупным парнем. Возможно, 150. Это в килограммах? Да, кило. Надо же, 150. Это два меня. Нет, даже больше. Отлично. А ты играешь в рогби? Нет, я только тяжелой атлетикой. Понятно. 150 кг жима от груди. Как вам такое? Напишите в комментариях. Парню 16, максимум 17 лет. Моему сыну 12 лет. Увлекся с прошлого года регби. Уже ездит со школьной командой на разные соревнования. Учится, кстати, в очень хорошей британской школе. Если будет интересно узнать, в какой, расскажу уже во время вашей бесплатной консультации. Ты всех знаешь? Я. Она как будто поняла. Не, она. Я ей сказала, что происходит. Да, да. Ну, школа небольшая, поэтому... Все другие выгнали. Да. Ну, я вот с тобой гуляю, ты со всеми здороваешься, у тебя хорошие отношения со всеми, да? Эта студия выходит на спортивный зал. Можно взять чашку чая и смотреть на хоккей. И у вас есть разные группы, да? Да. Или они не называются группы? Называются, да. Учебные? Нет, не в учебе. В спорте. Команды? Команды, да. В зависимости от уровня их подготовки. Да, верно. А вы соревнуетесь с другими школами? Да, да, очень даже соревнуемся. Выигрываете? Да, они молодцы. Молодцы? Да, большие. Отлично. Там у нас поля для регби. И в другой части поселка есть еще. Понятно. Май френдс, хочу пока не забыл предложить вам пройти по ссылкам в описании после просмотра этого видео, конечно, на другие выпуски, посвященные этой частной школе в Англии. Интервью с директором школы из узкоговорящей Виталии. Оснащение классных комнат. Дегустация школьного меню. Видеоэкскурсия по кампусу. Условия проживания и многое другое. Все ссылки будут в описании под этим видео, и там же будут подсказки того, как можно связаться с нами в компании Мариаде для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поскуплением. Идем. Пойдемте. 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 Вы говорите, все лучше и лучше. Это бассейн. Хотите посмотреть? Конечно. Конечно, хочу посмотреть бассейн. Кто-то там сейчас плавает. Да, поэтому, скорее всего, нет. Но это стандартный бассейн. Не можем попасть вовнутрь, потому что там сейчас плавают дети. Привет, как дела? А вы на пансионе? Да. А вы часто ходите плавать? Да, но конкретно мы сегодня не плаваем. Но достаточно часто. А вы занимаетесь плаванием как спортом? Или можно просто плавать? Да. Мы меняемся каждую неделю. На этой неделе плавание. На следующий тренажерный зал. И так далее. Здорово, понятно. Рад встрече. Круто, да? Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца и за ваш лайк под видео. До встречи в следующих выпусках или уже во время вашей бесплатной консультации. Goodbye. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Токи Токи Клаб. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует. Токи Клаб. Привет. Адреское. Продолжение следует...